Ольшанка – первый микрорайон, с которого началось расширение Гродной. Сейчас там проживает более 30 тысяч человек. И пока возводились дома, в которые оперативно въезжали преимущественно молодые семьи, также быстро росли важные потребности населения. Магазины, почта, детские сады и школа, а также медицинские услуги. Четыре года назад здесь открылась взрослая амбулатория. Это позволило разгрузить врачей центральной поликлиники, а пациентам не ехать на прием, к примеру, с обычным ОРВИ через весь город. Жить стало проще всем, особенно в период сезонного подъема заболеваний и нынешней ситуации с коронавирусной инфекцией. Амбулатория ведет работу по принципу врача общей практики, работают врачи общей практики и могут вести прием пациентов по смежным специальностям. Неврологические, как неврологи, как лорофтальмологи. Пенсионеры у нас всего лишь 1534 человека. В основном это, конечно, могут быть и привозные бабушки, дедушки. Ну а молодежь, это, как правило, это сезон инфекции, это сезон ОРВИ. Конечно, есть и диспансерные пациенты. Мы стараемся им тоже уделять внимание, приглашать на себя, обследовать, насколько это возможно. Поскольку здесь проживает большинство молодых семей, а ребята детсадовского возраста, как известно, то и дело, что болеют было, решено построить две детские амбулатории. Этого достаточно, считают специалисты, чтобы оказать полноценную медицинскую помощь населению этого района. Ольшанка строилась быстро, и сразу после нее приступили к работе в микрорайоне Грандичи. Здесь уже новых жителей решили не заставлять ждать. Почти сразу появился детский сад, планируется открыть школу, да и детская амбулатория на подходе. С 70 посещений в смену, работать будут врачи и педиатры, также можно будет сдать ряд анализов. Открытие этого объекта ожидается в конце года. Также планируется строительство и взрослые. Следом за Грандичами расширяется улица Лицкая. Расположена она близко к центру города, почти вся инфраструктура в шаговой доступности. Сейчас здесь идут строительные работы. Вместе с новым домом начинает возводиться детская амбулатория. Жильцы – это молодые люди, у которых либо уже есть, либо в обозримом будущем появятся дети, а им внимания медиков нужно чуть больше, чем взрослым. В ближайшее время расширяться будет и микрорайон Фолюш. В планах не только строительство новых высоток, но и важных социальных объектов. В приоритете, конечно, медицинские. Это сразу две амбулатории – взрослая и детская. Наподобие тех, что уже есть на Ольшанке, строятся в новых районах. Возможно, 70 посещений в смену. Там же также будут работать врачи общей практики и педиатры. Это очень эффективно. Людям не надо ехать сразу в другие поликлинику центральную, в данном случае Ольшанке. Поэтому они выполняют свою функцию. Можно сдать анализы, можно получить физиолечение, снятие ЭКГ и другие методы исследования, которые предусмотрены на первичном этапе. Кроме рентген, УЗИ и так далее. За этими услугами консультации узких специалистов все-таки придется обратиться в поликлинику. Но, как показывает практика, молодому населению не часто нужна помощь других врачей, кроме как общей практики. Словом, амбулатории в новых микрорайонах – оптимальный вариант решения вопросов медицинской помощи. Яна Мельниченко, Андрей Шаповалов, Виталий Рубанов. Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова